Всем привет, друзья мои, вы на канале CryptoCommand. И сегодня мы, как всегда, посмотрим, как у нас поживает биткоин. Итак, недельный таймфрейм. Мы, наконец-то, закрыли недельную свечку. Хайконаши у нас вторая зеленая свеча. При этом японские свечи у нас с вами в шахматном порядке чередуют свой цвет. И что примечательно здесь на этом графике, как вы можете видеть, так это 200-дневный скользящий средний мувинг, 0,02 ма. И то, что мы закрылись объективно под ней. То есть она у нас сейчас выступила в качестве сопротивления. Переключаемся обратно на хайконаши. И видим, что во всех предыдущих циклах телами свечей мы никогда не закрывались ниже этого мувинга. Посмотрите. На позапредыдущем дне мы отскакивали от этого мувинга на предыдущем. И даже на коронадампе мы всего лишь тенью погрузились сильно ниже и сразу же отскочили. Сейчас, что мы видим, что мы уже практически полтора месяца проводим под этим мувингом. И мы смогли прорваться выше него буквально тенью и вернулись обратно. То есть сейчас, очевидно, 200 ма выступает в качестве сопротивления. И несмотря на то, что у нас много индикаторов абсолютного дна, таких как третья зеленая точка на недельном сайфере, на третьем синем горбе, как вот здесь, вот здесь и вот здесь. Мы много раз об этом с вами говорили. Но посмотрите, формация практически идентичная. Также P-Cycle Bottom у нас отсигналил, что это абсолютное дно, как и в предыдущих двух разах, достаточно безупречно. Ну, правда, не забываем, что он написан по предыдущим двум разам, так что тут как бы бабушка на двое. Потом Death Cross у нас там по двадцатому и сотому мувингу. Короче, много сигналов, говорящих о том, что это дно. Но, тем не менее, как мы с вами уже обсудили, это дно уникальное. То есть мы закрылись ниже этого мувинга телами свечей. Что это значит? О чем это нам говорит? Давайте вместе с вами подумаем и прикинем. Но, во-первых, надо понимать, что циклы удлиняются у биткоина. И с учетом вот этого сквиза вы можете видеть, что двухсотый мувинг перестает быть таким аккуратным, как он был вот здесь и вот здесь. И, опять же, почему двухсотый мувинг принято применять на графиках? Это пошло с фондового рынка. Почему? Потому что фондовые рынки торгуются пять дней в неделю. То есть примерно, с учетом там праздников и выходных, около двухсот дней в году. А крипторынок торгуется 365 дней в году. К нему будет правильнее, наверное, применять 365-й мувинг. Но это будет уже слишком радикально. Посмотрите, 365-й мы вообще ни разу его не касались. И в пессимистичном медвежьем сценарии все еще можем предположить, что мы туда сходим. И это будет уровень примерно 14 тысяч по биткоину. Скажем, вот такой сценарий все еще, конечно же, вероятен. Несмотря на то, что, как я уже сказал, у нас много бычьих знаков. Поэтому я бы так радикально, конечно, не менял значение, а поставил, скажем, 250-й мувинг просто для сравнения посмотреть. Скажем так, более такое среднее число, так как у нас биткоин уже становится более зрелым активом, более медленным. Поэтому вот, смотрите, 250-й показывает что? Что мы как раз точно от него отбились, как от 200-го в прошлых циклах. И коронадамп тоже у нас особо ниже него не ходил. Поэтому, ребята, вот как вариант, может быть, предположить, что возвратность уменьшается, циклы удлиняются, и теперь нам имеет смысл смотреть за 250-м мувингом. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Имеет ли смысл такой подгон индикатора? Или это просто выдача желаемого за действительное? Вот. А так, что еще хочу сказать, что по бычьим целям у нас все еще с вами не было возврата к сетке EMA Ribbon. То есть, посмотрите, сейчас она находится на недельном таймфрейме между где-то 29 и 37 тысяч долларов. Вот этот диапазон, куда статистически у нас биткоин с вами всегда возвращался. Посмотрите, внимательно, как отрабатывает сетка EMA Ribbon на недельке. Мы всегда либо выше нее, либо ниже нее. И когда мы выше нее, мы обязательно возвращаемся к ней, и потом уходим ниже нее. Когда мы ниже нее, мы обязательно возвращаемся к ней и уходим выше нее. И, соответственно, наоборот, ниже нее, выше нее. То есть, грубо говоря, она работает как магнит для цены биткоина. Если мы сильно ниже нее, как вот здесь, как вот здесь, как много раз было, обязательно мы к ней притягиваемся. Поэтому мы сейчас даже не берем с вами вариант, что мы уйдем выше нее, но даже если мы к ней притянемся, как это обычно происходит, то это будет еще раз, я вам говорю, примерно уровень 30, ну в среднем 35 тысяч долларов за биткоин, 30-40 тысяч. Вот, поэтому это все еще актуально, эти цели, тем более, что хайка наши свечи, которые редко меняют цвет, они у нас сейчас показывают достаточно уверенное зарождение аптренда здесь. И опять же, все, кто говорит, что объемов нет у гриня, какие там объемы, по сравнению с предыдущими циклами вообще объемов нету, вы не забывайте, что я смотрю график с биржи Bitstamp, у него просто более старая история, на этой бирже еще со времен царя гороха никто не торгует, поэтому надо смотреть Binance, на Binance у нас объемы заходят, крыши сносные, посмотрите, я бы сказал разворотные, причем вот здесь вот свечка зеленая, поэтому у нас все еще с вами вариант того, что мы дойдем вот до этих целей, на мой взгляд, более вероятен. Другой вопрос, что будет перед этим сквиз еще на какое-то дно, может быть даже перелову, как многие сейчас говорят, или не будет, поэтому вот эти два варианта для меня более-менее основные сейчас. Харену дить, гриня, расскажи нам что-нибудь лучше про муфту Йорн. Ой, Рэмбо, ты что ли? Да ну, ну давай, ладно, расскажу тогда телегу. Для любителей быстрых иксов есть интересная тема, а именно убийца степ-ин от биржи Йобит. Йостеп это система виртуальных кроссовок, приобретая которые в интерфейсе биржи вы получаете ежедневную прибыль за выполнение простых действий. И основное отличие Йостеп от конкурентов, что вам не нужно бегать или ходить, а просто выполнять активность на бирже, чтобы получать ежедневное вознаграждение в токенах Йостеп. Вот как вы можете видеть, имея такие кроссовки, вы получаете стабильные плюшки на свой баланс. Токен Йостеп торгуется достаточно давно, и как вы можете видеть, уже неплохо запампился и скорректировался после этой первой волны. В данный момент происходит консолидация и потенциальное накопление, как вы можете видеть из графика. Йостеп сейчас находится в большом медийном хайпе, особенно в русскоязычном сообществе. Их пропампили уже крупные блогеры, такие как канал CoinPost, канал HODL, сайт D-Center и многие другие. Так что в общем для любителей крошесносных иксов интересная тема, но сами понимаете дисклеймер. И как вы поняли, все это происходит на площадке YoBit. Это крупнейшая анонимная биржа, работающая с 2014 года и ставшая легендарной благодаря своим раздачам и акциям. YoBit не требует KYC и работает без каких-либо ограничений для пользователей СНГ, что как никогда особенно актуально в нынешнее время. Кроме этого, можете делать депозит и вывод в рублях с помощью популярных платежных систем. Все это совершенно анонимно. На бирже доступно более 400 монет в более чем 8000 торговых парах. DeFi farming, стейкинги и многое другое. Более того, на бирже до 28 июля проходит масштабнейший airdrop токенов FUSD, где за выполнение простых заданий можно получать до 100 долларов каждый день. За регистрацию на бирже бонусом дается 4700 fast dollars. Так что, ребяточки, для любителей крошесносных иксов, ссылка на YoBit в описании. Ну а мы продолжаем. Мне действительно нужно это делать? Ты не понимаешь, сейчас новый тренд на Move to Earn, а также метавселенная и NFT. Вот, ребята, еще спешем сказать, что у нас есть второй канал CryptoCommons 2.0, на который вы обязательно должны быть подписаны. Сейчас он появится у вас сверху. И там вышло крошесноснейшее видео вчера. Называется «Лучшее объяснение биткоина, что вы когда-либо слышали». Обязательно его посмотрите, сейчас оно появится у вас сверху. И, кстати говоря, спасибо вам большое за отклики на вчерашнее видео про желтые точки к биткоину. Очень, по-моему, интересно оно зашло. Очень много я потратил времени, посмотрел все эти графики и проанализировал все желтые точки на сайфере. И при этом я вижу столько шкалоты в комментариях. Ребят, я не знаю, у вас или проблемы с чувством юмора, или вам просто еще нет 14. Вот эти вот «Проснулся сегодня, у меня на кровати большая желтая точка, ждем коричневые точки, когда уже коричневые пятна». Чуваки, у вас либо мозгов нету, либо вы, я не знаю, вы именно тех, походу, кто сливают. Потому что кто тут пишет, что «Вот, жалко было тех, кто купил там Dash по 200». Да что жалко-то? Жалко, если они продали его по 40. А если они его докупили по 40, то наоборот им респект. Потому что, ребята, желтые точки или любой теханализ – это не тема быстренько срубить бабла. Это тема в долгую накопить актив и сделать десятки иксов. И я надеюсь, что многие из вас это понимают. Те, кто с нами делают эти иксы, пожалуйста, поставьте лайк и напишите в комментарии. Но я вчера забыл посмотреть одну важнейшую старую монету. Это XRP к биткоину. XRP к биткоину, ребята, конечно же, давайте глянем. Посмотрите-ка. Желтая точка на недельном таймфрейме. XRP к биткоину уже вторая. Первая была вот здесь, на вот этом уровне. И это, кстати, ребят, пример за фейленной недельной желтой точки. Это очень редкий пример. Обычно недельная желтая точка отрабатывает сразу и очень-очень круто. Нет, точнее не сразу, но в итоге очень-очень круто. Возможно, она еще отработает. Но вот эта отработала всего на 50% памп к битку. И мы уже ушли ниже этой желтой точки. Сейчас тоже на 50% ниже торгуемся. А в моменте, в пике, когда у Ripple был суд, уходили ниже на 70%. Вот. Поэтому о чем это нам говорит? Ну, конечно же, с каждой новой желтой точкой у нас все более сильный сигнал на то, что это дно. Поэтому я думаю, что да, Ripple смотрится очень хорошо. Про него все позабыли. Несмотря на то, что это скам. Я думаю, что он может легко сделать вот так вот и всех порадовать. Но, как вы помните из предыдущей истории Ripple, из него нужно быстро-быстро пулей, мухой просто выходить. Когда он так сделает, нужно сразу разгружаться. Потому что Ripple, в отличие от Dash и Манера, которые делают потом вот так, даже Stellar, долго торчат наверху. Ripple делает сразу вот так. Поэтому не факт, что он в этот раз так сделает. Но, тем не менее, для меня вот это очень сильный индикатор, ребята, что можно, в принципе, зайти. Давайте Atom еще глянем напоследок. Atom никаких желтых точек к доллару, мы смотрим, но есть восходящий коридор цены. Сейчас очень интересный момент. Смотрите, вот у нас есть канал. Если мы пробьем по Atom 12 долларов, 11,7 где-то, то это сигнал на Long. И ближайшее сопротивление от сетка MA Ribbon в районе 18 долларов. Если же мы пробьем 8 долларов, то я думаю, что мы увидим по Atom еще более нижние значения. Потому что глобально он, конечно, очень сильно помпанул уже в этом цикле. Atom к биткоину вообще стоит на месте, на самом деле. Ходит в боковике. И, в принципе, сейчас на достаточно пригодных своих значениях находится. Вот у нас по минимуму есть такой даже плавненький аптренд, если не учитывать вот этот вот выпад. Но прямо сейчас к биткоину он уперся в сетку MA Ribbon на недельки. Тестируют ее как сопротивление. Надо бы сначала пробиться выше и закрепиться над ней, чтобы говорить о продолжении роста. Ну и что еще давно не смотрели? Ravencoin. Ravencoin, друзья, падающий клин, выход наверх и желтая точка на недельном сайфере к биткоину. Очень сильный сигнал, друзья. И мы уже выходим из этого падающего клина и прямо сейчас тестируем сетку MA Ribbon. Посмотрите. Вот я ее убираю. Мы уже вышли из этого падающего клина. И сейчас очень важный момент по Raven. Последите-ка за ним. Он сейчас может на новостях о том, что эфир переходит на POS вместе с эфиром классиком просто выдать сразу десятки иксов, как он и выдавал, собственно, раньше. Вот это движение мы тоже забирали вместе. Ну я, по крайней мере, забирал и всем об этом говорил в открытую. И тоже мы накапливали его и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. И тоже все ржали. Кто-то плакал, говорил, вы что, у меня уже там в пять раз сложился портфель. А потом он выдал вот такую мощную штуку на 1000% к битку. Поэтому Raven интересно выглядит сейчас. Думаю, стоит тоже на него обратить свое внимание. Сэндбокс, кстати, к битку. Посмотрите, как уверенно прет, невзирая ни на что. Похож на эфир. Сэндбокс, я говорил на этом хае, что он очень сильно перекупленный. Как и Solana, и Mana, и Luna, и все остальное. И MATIC. Как и BNB сейчас говорю, что перекупленный. Но вот сейчас Сэндбокс неплохо скорректировался. И посмотрите-ка, если он удержит вот эту экспоненциальную трендовую, может быть, мы увидим и продолжение ралли по Сэндбоксу. Но также возможен сценарий с вот такими вот штуками и с медвежьим рынком. Поэтому я лично в Сэндбокс не лезу. Желтых точек, опять же, тут не вижу. Поэтому напишите-ка вы лучше мне, что по Сэндбоксу. Сами думайте, как. Будет он расти сейчас или нет. Кардана. Кардана к доллару выглядит не очень хорошо, скажем так. Я, кстати, тоже об этом вам говорил на самых его хаях, что это уже все. Вот я, грубо говоря, вас сейчас загружаю в монеты, которые вот здесь. Тот же Dash, Lightalk, BitCash, понимаете? А вот здесь, ну, уже все было понятно. И вот он, собственно, идет вниз по нашему сценарию. И к BitKu тоже. Ну, к BitKu, конечно, да. Вот у него есть аптренд. Но я что-то, честно говоря, склоняюсь к тому, что он будет сломан. И мы уйдем вниз. Поэтому вот ни в Кардана, ни в Сэндбокс я бы лично сейчас не лез. Все, ребята, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Все ссылочки в описании. Торгуем аккуратно, с холодной головой, с риск-менеджментом, с мани-менеджментом. Всем профитролей. И до встречи в следующих выпусках или на Криптогоне. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok